Мороз и солнце, день чудесный. Что может быть прелестнее, Наташа? А прелестнее в такую погоду может быть только поездка по лесу в кабриолете. С ветерком да по ухабам. Вот именно так экстремально проводит свое время наш корреспондент Виляра Байбикова. На свою голову, конечно. Самого доброго утра! Друзья, всем известная ситуация. Московский проспект, огромные пробки, движение пару километров в час. Ну а если вам охота экстрима и педаль в пол, тогда я знаю, что вам нужно. Знакомьтесь, мой транспорт. Джип-кабриолет Сузуки Самурай. 88-й год. Маленький да удаленький. Этот японский вездеход будет покорять сегодня самые сложные сугробы. Ну и я вместе с ним. Расскажите, что будет происходить сегодня на этой машине? Мы вас прокатим по очень увлекательной и интересной трассе. Крутые спуски, подъемы, косогоры. Я вас немножко попугаю, немножко развлеку, может быть, даже посмешу. Ну, на самом деле, все это мы любим, все это нам не вновь, может быть, но точно попробовать, стоит прокатиться на такой машине, в такой мороз, может даже немножко согреться. Зимой по лесу на кабриолете, это только у нас. Да, это российские запалы. Ну что, погнали? Погнали. Вам сюда. Прямо так? Прямо так, мы оборачиваем. Мы покатились буквально пару метров, но я уже поняла, что непристегнутый здесь быть очень опасно, поэтому техника безопасности у нас всегда, всегда должна присутствовать. И понеслась. Кочки, сугробы, тряска, подскоки, крики, снег из-под колес, рев мотора. Вот это, я понимаю, гонки. Ну, вы сами понимаете, друзья, это надо, конечно, попробовать лично. Между прочим, прокатиться с ветерком можно и на другом транспорте. ГАЗ-66 для больших компаний и еще один Сузуки, чуть повместительнее моего и такой маневренный. Мы решили прокатиться большой компанией. Сейчас мы едем на какой-то супер максимально страшный трамплин, на котором обещают и визжание, и кричание, и панику, хотя паники, и крика, и адреналина здесь уже, по-моему, вообще достаточно, но мы не останавливаемся на достигнутом. Едем, шеф! Это очень страшно. А мой инструктор спокоен, как удав. Это ж какой нервной системой нужно обладать? Конечно, на пассажирском сидении круто, но безопасно. А вот кого за рулем? Сейчас мы узнаем. Ой, здесь есть дверь. Класс. Управлять этой машиной не так просто, когда ты метр пятьдесят, и твои ноги не достают до педалей. Успела и заглохнуть, и застрять, и насладиться поездкой. Ну что, друзья, я покаталась и за рулем, и на пассажирском сидении. И я могу сказать только одно. Такого экстрима я еще зимой не испытывала. Кабриолет по открытым верхам. Настоящий русский мороз. И мы такие веселые, отличные друзья. С самым добрым утром. Будьте всегда на экстриме, но никогда не мерзнете. Ну а мы отправляемся, наверное, пить горячий чай, да? Да. Ура! Ура! У-у-у!